Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Чувашии остается стабильной, но расслабляться не стоит. Об этом сегодня еще раз напомнил глава Чувашии Олег Николаев на еженедельном совещании в Доме правительства. Общероссийская статистика новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекции демонстрирует стремительный рост. Олег Николаев обратил внимание на то, что именно этот вопрос наиболее часто задавали жители республики в последнее время и в социальных сетях. Обстановка в других регионах страны вновь обостряется, но в Чувашии, по его словам, пока ситуация остается стабильной. Это подтвердил и министр здравоохранения. Ситуация по коронавирусным инфекциям на сегодняшний день стабильная. Мы отмечаем и по количеству вновь выявленных случаев, которые у нас колеблется от 24 до 27, не более. Более того, мы это видим по нагрузке на стационарность, по количеству экспертализированных и обследованных лиц. Что касаемо увеличения общей заболеваемости, мы видим, что эпидсезон с наступлением осени – это закономерная реакция. Идет небольшое увеличение заболевания УРВИ, но даже гриппа на сегодняшний день подтвержденного случая. В Чуварской республике нет. То есть простудные заболевания, УРВИ, они имеют место быть, но к этому готовы. И говоря о готовности медицинских учреждений, они готовы на 100%. Все оснащены в медицинские учреждения институтами, медуальной защиты, лекарственными препаратами. Оснащены полностью всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких. То есть мы готовы к любому развитию событий. Стабильно, по словам исполняющей обязанности министра образования Аллы Салаевой, остается и обстановка в школах. Каникулы начнутся по учебному расписанию в ноябре. У нас нет сегодня никаких предпосылок для того, чтобы мы переходили или объявляли внеплановые каникулы. Да, с нашей стороны сегодня дано поручение Роспотребнадзору, и мы попросили их проанализировать ситуацию увеличения осенних каникул, которые плановые у нас должны начаться с 1 ноября, возможно, на неделю. Это связано не с резким ростом ковида среди детей, а это связано с тем, повторюсь, что осень всегда сложное время с точки зрения гриппа, ОРВИ и дополнительная неделя дома не на дистанционном обучении, а с точки зрения безопасности детей, чтобы дома провести этот достаточно сложный эпидемиологический период. Совершенно, на наш взгляд, допустимая мера, которая больше носит профилактический характер. Меры профилактики пока и остаются главным оружием против вируса. Масочный режим, социальная дистанция, тщательная дезинфекция, поддержка иммунитета. Прежде всего, обращаясь к главам администрации муниципальных образований, необходимо держать в поле постоянного внимания тех людей, которые прибывают. Прибывают из других регионов, и если вдруг они недомогают, они, конечно же, должны оперативно обращаться в медицинское учреждение и пройти необходимые обследования. С тем, чтобы на стадии начала заболевания, во-первых, купировать это заболевание, а во-вторых, не дать возможность его распространения. Сегодня же руководители органов исполнительной власти республики объявили о том, что возобновляют прием граждан по личным вопросам. В октябре с жителями республики готовы встретиться министр здравоохранения и руководители госветслужбы и госслужбы по конкурентной политике и тарифам. Прием будет вестись по предварительной записи. Светлана Познякова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.